Да, тысяча богов. Еще 8.30, это маловато. Так, ты там настройки сделай, как тебе надо. Вот, шляпа его. Держи. Так, я пока микрофон на зеркал. Поставлю, пауэрбал туда возьмешь. Это тоже зарядить надо на 67%. Сейчас пока поставим. Называется стейк-помогавка. 2, 3, 4 вверх, 4 в нижней части. И вот этот гриль-зона. Вот, посредине. Да, его. Ну просто сейчас тандыр его туда на улицу поставим. Отдельно. Хорошо. А этот стон-гриль мы здесь поставим. У него подставка есть. Ну, короче, ползу. Ты ничего не будешь поставить? Вон, видишь, пол есть. Да, пол есть. Все тогда шуруповер принеси. Напугал я бедную собаку. Еле вытащили ее оттуда. Это твоя белка? Она тут живет? Да, их тут несколько. Друзья, всех приветствую в этот прекрасный осенний день. Сегодня у нас будет такой непростой рецептик. Мы сегодня будем монтировать новый стол от барбекю-центра, который я заказал. Суть стола в том, что стол и посередине у него мангальчик есть. Мы его сейчас соберем и приготовим на этом мангальчике несколько таких вкусных рецептов, которых я очень люблю. Пойдемте. Мы должны собрать вот этот стол-гриль. То есть можно сидеть, жарить и сразу тут употреблять в горячем, сочном виде. Чтобы стол собрать, мне поможет, мне мой друг, Шурик Шакрылос из Солнечного Таджикистана. Мы с ним давно дружим. Сейчас мы начнем собирать все это великолепие. Я так думаю, что стол-грил я буду здесь монтировать, прямо здесь, внутри беседки, чтобы в любую погоду сидеть и наслаждаться всем этим вместе с друзьями. Чешу. Чтоб вот так стоял. Где сейчас делаешь, Шурик? Что? Где объект у тебя, где работаешь? А, у меня так семья ковры. После того, как я вот заказал себе вот этот мангал с очагом, вот это все. Шурик, мы за сколько это забирали? За три часа, да, собрали? Вот она тоже вся модульная. Мне это все понравилось. Мы тут пользуемся круглый год. Вот недавно у них на каталоге увидел этот стол, решил себе обзавестись таким столом. Я думаю, это очень круто, когда ты сидишь в компании за столом, жаришь, не отвлекаясь от разговоров. И как раз вот этот комьюнити, все друг друга лица смотрим. Мне кажется, это очень круто. Ну, сегодня как раз таки проверим это дело. И параллельно готовишься там, да? Да, ты просто мясо заготовил уже и сидишь уже. И каждый там, допустим, несколько видов мяса, овощей там. Кто хочет тебе сколько пожарить, какой степень прожарки. Я думаю, вот это и есть вся суть этого стола барбекю. А то тут я нажарил, как мне, как я считаю, нужно. И кому-то может она по вкусу, кому-то нет. А тут, мне кажется, каждый сам себе хозяин будет. Мне кажется, это очень крутая идея. Что, начинаем? Контрольная затяжка. Вот сейчас надо вот эти столешницы выставить. Вот эти. Просто, наверное, чтобы это не подходить. Давай этот, зафиксируем его. Так, так и походим. Все, друзья мои, каких-то полтора часа, даже меньше, да? Меньше у нас ушло, чтобы собрать этот стол барбекю. Вот теперь вы наглядно можете посмотреть, что она себе представляет. Вот в кругу, друзья, сидишь, миску жаришь там, кабачков жаришь. Красота. Вот таких ротанговых кресел понаставим тут. Это такой некий зона. Чилищ. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Красота. Сейчас у нас мясо уже почти готово, будем жарить. А пока мы будем ставить тандыр. Или вот сюда давай поставим. А дымоход вот сюда выведем сзади. Сколько лет этому очагу моему. У нас две штуки, Шурик, так что надо, чтобы хватило. А? Вот мы начинаем монтировать уже тандыр. Но тандыр собирается на огнеупорный герметик. То есть у него четыре стенки на герметике, потом стягивается вот его стяжкой, пока герметик застывает. В принципе, если вот основание готово, вот это все, весь тандыр собирается, ну, буквально за 20 минут. Чем мы, собственно, и занимаемся. Так, дай-ка герметиком все же пытать. Так, мы теперь так открываем. Мне кажется, мы его с вами все равно будем, этот, проволоку зафиксировать, да, Шурик? Так, это открыто, это закрыто. Главное, это не забыть, когда у тебя мясо в тандыре будет уже. Да? Так, все, монтируем столешню еще. Центр. Так, Игорь, ты нам подскажешь центр. Так, подожди, а тут же есть. Может, так, подожди, на меня. Стой, 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 стой. Оп, так. Пошли. Так, мы остальным герметиком фиксируем дымоход, да? Вот технологии, да, ребята? Чуть-чуть времени, полчаса. И чудо-устройство для чудесных рецептов выпекания, запекания мяса. Понятное дело, что на этом тандыре мы хлеб не испечем, самцы не испечем. Но если к этому тандыру там испекать хлеб или там что-то такое, надо вот такие тарелки есть, керамические, на них подставку делать. А вот эта стенка, она, мне кажется, тут лепешка не прилепишь. Ну все, ребята, у нас финальные штрихи. Мы тут замазываем в дымоходе маленькие щельки. На этом я резюмирую, что тандыр у нас собран. Он собран где-то за 40 минут, плюс-минус. Сейчас будем его растапливать аккуратненько, не спеша, потому что это первая топка, чтобы герметик равномерно высох и схватился. И запекать будем мы сегодня здесь целую ножку барана, баранью ножку и еще голяшку индейки. А на столе будем жарить стейк, стейк из утины грудочки. Будем топить тандыр по-азиатски сверху. Так, о, этот картонка чуть не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас стейки будем здесь жарить, капитальные стейки, баранью ножку будем запекать в тандыре, так же как голяшку индейки, все остальное будем здесь на столе. У нас тандыр почти готов, сейчас задача, надо замариновать ножку баранины, это у нас передняя нога, маринуем максимально просто смесь перцев, паприка копченая и сушеный чеснок. Мы просто обмазываем его, сколько липнет, столько липнет и подвешиваем ногу в тандыре. Свежий молотый перец, прям в ступке его размягчаем. Ароматы просто волшебные. Сюда же добавляем мы чеснок сушеный и паприку копченую. Паприка нам даст очень красивый свет и немножко вкуснейшего аромата. Всю эту красоту мы сюда закидываем, закидываем еще соль немножко, вот соль из расчета на одну ножку, где-то чайная ложка. Потому что если чуть-чуть не хватит, потом каждый едок себе соли чуть-чуть намешает. Всю эту прелесть заправляем мы подсолнечным маслом, потому что у нас перцы прекрасно растворяются и раскрываются в масле. Так, эта обмазка у нас готова. Теперь делаем очень простое движение. У нас еще есть коляшки-ндейки, можно так делать, ребята. Обязательно ножом. У нас задача, чтобы немножко маринад проник туда. Когда она будет растапливаться, сок она будет уходить и вот эти, сюда она проникнет. Вот так. Какая красота просто. Очень нежненько все массируя, такими движениями. Смотри, какая красота получилась. Бомба! Так, с индейкой поступаем тошно так же. Все это дело берем и принимаем все его массировать. Больше ничего не надо. Само пропитает мясо. Пока будет томиться, жариться, вариться. Еще там какие-то три действия происходят в тандыре. Красота! Если бы я был бы мясом, я бы хотел, чтобы меня вот так обмазали. Не так не ошибаюсь, не так обмазали. Ну что, друзья мои, момент истины. Сейчас мы растопим наш чудесный стол-мангал. И приготовим первые стейки тут. Я думаю, для уютных посиделок с друзьями это прям самая-самая фишка. Это стол. Зимой надо его затащить в баню, да? Так, чтобы не стоять. И вот этот, поставим вот этот, вытяжку, да? Круто же будет, да? Кстати. Ну, там и нужно будет, да? Ну, здесь сейчас посмотрим. Все испытательно. Если что, мы сюда будем, это, вытяжку делать. Короче, было полнейшей ошибкой растопить это все дело сосной. У нас все дымится, все черница, все это нехорошо. Надо, короче, заказать дрова, березовые дрова, специально для тандыра, либо листьяк. Это не пойдет? Нет, нет. А все, все сосна же. Сосна она будет так делать. Видишь, вот это все, сажа, короче. Еще и руку обжег. У нас тандыр почти готов, ребята. Возможно, не почти, а возможно, точно готов. Так, там все выгорело. А, нет, еще не готов, тандыр. Так, идем. Закрывай. Чтобы вот этим розжигом на месте не заниматься, надо этот стартер для розжига, надо приобрести мне, получается. Поставил сюда, где есть вытяжка, нормально, все, стартер разгорелся. Угли готовы, и угли уже сразу сюда насыпаешь, ставишь и спокойно дальше начинаешь работать. Ну, в этом плюс может быть то, что мы здесь сегодня разжигаем, потому что вот эта краска, все, что должно выгореть, должна выгореть. Потому что изделие новое. У нас тандыр готов, но угли очень крепкие пока. Пока что мы на эти угли, если сейчас мясо положим, мясо у нас моментом сгорит. Так что мы немножко сейчас прикроем все это дело, чтобы у нас чуть-чуть подостыл. Чтобы сверху углей у нас появилась прослойка пепла, чтобы инфракрасного свечения не было, чтобы у нас мясо не сгорело. А пока это дело делается, мы займемся гарнирчиком. У нас тут все готово. Смотрите, какие прикольные вещи у меня для стейков есть. Как вы думаете, это для чего? Вот можете сейчас стоп нажать и написать в комментариях. Смотрите, все брендированное. Это мне сделал мой друг Валентин Сидоров, кузнец. Ну, это понятно, наверное, для чего. А вот это для чего? Давайте напишите в комментариях. Вперед не проматывайте, потому что впереди видео мы покажем, чем занимаемся, что делаем мыть. Все, угли распределили. Мы должны вокруг стола, по идее, как было на рисунке, сесть. Жарить каждый себе мясо, да? Пока мясо не началось, давайте поставим сковородку. Осилит ли он сковородку? Это эксперимент. Если осилит, у нас там должна картошка нажариться. Все должно быть четко. Сразу давайте начнем экспериментально с утиной грудки. Ничего не делаем. Ни соли, ни перца. Сразу на огонь, чисто. Два перчика сюда же. Лучка. Что, прокольно? Огонь не достает, да? Смотри. Ну, вот так, чтобы ничего такого плохого не было, мы берем. Поняли, для чего эта штучка? Это вам не экспирианус! Ха-ха-ха. Так, пока мы, давайте еще немножко салатиков напилим себе. Дай, 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 дай. Авин, ба-бап. Так, мне не нравится, как Шурик заметил, высота огня у нас не то. Мне этого не хватит. А там она сейчас быстро сгорит. Да где это? Ну, вот так. Еще картошку. На сеточку. О, отлично. Жар тоже самое. Так, мы берем очень просто у нас это приспособление. Отсюда втыкаемся. Раз. Берем отсюда, втыкаемся. Давай. Вот так высоту. Берем. Так. Берем вот это дело вот так, вешаем. Опускаем. Так. Не пойдет? Сейчас мы высотой проверим, это если это нормально. Бавляха, муха. Что такое? Короче. Тоже отбой. Сейчас просто по-простому на проволоку повешаем. Почему я грустный такой? Ох, ох, ох. Сейчас пойдет, а? Ну, сейчас, сейчас. Так, это сюда двигаем чуть-чуть. Вот так. Так. Вообще красота сейчас будет, ребята мои. Сейчас, сейчас что-то там, что-то там будет. Все. О, грибочки готовы почти. Ну, тут, короче, рукой вот так смело не должны орудовать. По-хорошему. Отпокупься, да? Хе-хе-хе. Помянок, угомон. Так, мы к стейку все готовы. О, смотри, печень как, а. Ё-моё, а. Что творится, а? Игорь, отверт, мне кажется. Поднимать надо. И дырки добавлять. О, молодец. Ой, какой. Смотри, печень, нечего творится. Вот этот уже готов лук. Короче, я что могу сказать, резюмируя. Я скажу, что в таком способе готовки еды сохраняется максимум полезных веществ. Почему мы их не солим? Хлебной! Острого перчика хопанул. Доступа кислорода нету, оказывается, туда. Надо вот с этим что-то зарешать. Кислород дали туда, все пошло. Вот это зацените, ребята, какая удобная вещь, да вот. Раз. На. Маленько, кажется, передержали. Ну, ничего. Ну, это домашняя утка. У него мясо белое должно быть. Поэтому тут все хорошо. Берем от этого перчика. Так. Все, готово. Берем так. Ох, 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 ох. Божественно. Сразу пару кусочков. Убери себе. Насы горят. Ой. Ой, божественно. Так, эту уточку мы пока что убираем сюда. Чуть-чуть отдохнет. Ох, хорошо так, а? Подтольки на огне не готовятся, оказывается. Ох, хорошо так, а? попал под раздачу ребята пока у нас мясо томится в тандыре мы уже пели уже попариться отдохнуть как следует мясу как раз таки понадобилось 22 спали часа по времени от она дым идет аромат просто бешеный мы сейчас как раз будем открывать тандыр и будем смотреть что у нас тут творится я час назад когда смотрел все шло как надо давайте вместе заглянем сюда что у нас теперь творится ручка уже остыла значит все должно быть ух ё-моё чё творится то просто божественно божественно давай объектив чувства мы говядину передержали а руку обжег говядину точно передержали дело за барашком берем это роскошь досталость что-то с чем-то вот индейка смотри мы чуть чуть не потеряли барашка мы чуть чуть не потеряли лурашко огонь пушка ну-ка идемте за стол да пища богов пища богов мясо вытащили в тот момент когда она не разваливается на волокна но еще она мягкая сочная как же это чудесно друзья ну что может быть тандыр это тандыр два с половиной часа творить баранина чудеса просто вот этот эффект как готовится мясо в тандыре это получается только в тандыре духовке можно чуть-чуть повторить это событие но вот этот эффект копчения в духовке все равно не получится так что приятного аппетита всем друзья подписывайтесь впереди у нас с помощью вот этих всех девайсов ждут много вкусных рецептов всем пока а мы пошли трапезничать пока пока с легким паром моя мечта вот эта камера я вот на нее смотрю уже и первый раз еще я вот смотри если я рецепт снимаю таксон я работаю . Туп-туп-туп.